Чудесный день, который Господь дарует нам и погоду. Даже война проходит, но у нас хорошая погода. Мы благодарны нашему Господу, мы благодарны за покой, за субботу, за праздник. Сегодня 64-й день войны, Хамас против Израиля, и мы хотим вспоминать каждый праздник. Это то воспоминание, которое дано нам от Бога. Мы говорим о свете, который пришел в этот мир. Сегодня мы говорим также о свете и тьме. Свет, сияющий во тьме. Свет, сияющий во тьме. Господь сотворил этот мир, небо и землю. Что Он сказал? Тьма. И первый день Он сказал, и будет свет, и будет свет, и будет свет, называется светом. Но сейчас еще до сих пор есть тьма. Но Бог разделил между тьмой и светом. Он назвал тьму ночь, и Он сказал, что это хорошо. Давайте будем читать первое из всего Писания, первые стихи. Бытие. Первое. Бытие 1. С первой по пятой стихи. Бытие 1. 1. 5. Первый один. Бытие 1. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий населялся над водой. Первый день свет. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Если было чуть-чуть свет, если был чуть свет, что в нее вошел тьмот, это не значит, что была тьма. Если в свет вошел чуть-чуть тьма, как раннее утро или как ночь, но свет был отделен от тьмы. И Бог отделил свет от тьмы, между плохим и хорошим, между святым и несвятой, между чистотой и нечистотой, между небом и землей, адом, это его святости. И Бог ничто не отдаст Своего никому, чтобы мы могли находиться в Его ведании, всех верующих в Его. Это часть плана Его, который Бог делает. Он хочет отделить между плохим и хорошим, между тьмой и светом. Сегодня 9 сентябрь, 64-й день войны и второй день в Ханука. 9 сентября была Ханука. В этот день турки, арабы, мусульмане пришли под британский мандат. И тогда они отдали этот город англичанам. Бог начал отделять мусульман 400 лет, даже, можно сказать, 800 лет для народа, который хотел он отдать своему народу. В 1917 году, 9 декабря, он обещал, Бог Авраама, Исаака, Якова, он обещал, обещал. За тысячу лет до той времени, это не то, что разделение, не то, что говорим мы о столье, там, или когда-то поколение, поколение. Это шло, это уже 4 тысячи лет, это идет из истории, что Бог, он работает в истории, и он обещал эту землю своему народу. И мы входим в определенный дур поколения, которые исторически Бог делает, то, что он делал тысячи лет тому назад. И мы сейчас это видим, это все осуществляется, но Бог еще не оставил свою работу и свои действия. Не все евреи здесь, Бог обещал, что заберет всех евреев, но это еще не все евреи, еще не вся страна дана евреям. Это важно, чтобы мы должны понимать, это еще, еще не все. Бог еще все работает. Бог хочет отделить своих от не своих. Есть два праздника, которые лидеры читают, которые Бог не дал им. Это Пурим. Вы знаете, что историю и тот, кто приблизился к народу Израиля, мы говорим, и тот, кто жил в еврействе, он хотел быть с евреями. Они побеждали Пурим, праздновали праздник, победы, против тех, кто хотели победить. Аман. Он был, он был, он был, он был из колена Исава, из колена Амалика. Он хотел уничтожить всех евреев в персидском царстве. Великая была империя, и Бог дал возможность евреям победить тех, кто хотел уничтожить их. И Мардыхай, и евреи, и царица Эстер, чтобы каждый год евреи праздновали этот праздник. Это был март, месяц перед Песохом, март перед апрелем. И все эти, это праздник Ханука, который не принимает. Бог не сказал, это будет как главный праздник. Но евреи, они поминают этот праздник, поминают эту победу над греками. В 1604 году, 400 лет, перед Новым веком, это была война, в которой греки хотели убрать вообще всех евреев, чтобы не были в этой стране вообще евреи, чтобы они не могли молиться, не могли говорить о своей вере, не могли принять жертвы. Бог даровал евреям это, но греки не хотели. И Макавеи восстали против них, против греков, чтобы уничтожить всех греков. И девятый месяц 24-25 числа, они, девятый месяц, но это весь разница. Все они сейчас отталкивают, все эти праздники, праздники все отдаляются, отдаляются. В 21-м году был вечер Песоха в Натании, в парке. И был один самоубийца, который сам себя убил, и убил 40 евреев, порезал 40 евреев, 30 евреев были убиты. И были 40 убитых, пострадавших. 50 лет, день Йон-Кипури, и сирийцы, и египтяне хотели воевать против Израиля. Это также были праздники в Песох. Они знали, что самый святой праздник в Израиле, считается, когда евреи расслабляются. И 50 лет был также праздник Суккот, последний день, это была суббота, Симхат Таро. Радость Торы была. Хамас захватил людей и в Израиле 1200 человек были все евреи, были уничтожены. все евреи, которые были, находились в этом периоде, хамасовцы начали убивать. И в эту войну началась эта война. Именно в праздник, который был, в эти праздники, все проходит именно в праздники. В Песох, в Йон-Кипури, все проходит то, что враг хочет ожесточаться и преследовать Израиля. И люди, которые, эти самоубийцы, они хотят, даже они верят, они мусульмане, они верят в своего Аллаха, но они все равно хотят уничтожить, стереть из карты Израиля. Это их вера. Если бы не было у нас Бога, мы были бы как Содом и Гаморра, так говорит Библия. Но также они хотят всех евреев, которые верующие в Иисуса Христа, они хотят, они объявляют это лично, публично, что они хотят уничтожить всех евреев, и всех христиан, они считают только себя праведными. Когда началась церковь на Среди Иисуса, было два раза. В 1998 и в 2005 году Харидим, религиозные, они сделали два раза именно в этот период Хануки. они считают себя макавеями, эти религиозные, а мы, нас считают язычниками. Но действительно, мы, свет этому миру, тьма не может войти в свет. Поэтому мы должны понимать разницу между тьмой и светом. Они думают о себе, что они свет, и мусульмане, и харистиан, религиозные, где истина. Если мы не знаем, если мы сами не знаем эту истину, как мы можем говорить, или как мы можем разделять, где свет, где тьма, где хорошо, где плохо. Если если наш свет сокрыт во тьме, насколько тьма сильна. Давайте почитаем, что Иисус говорил. Книга Матфея, Матфея 6. Матфей. Матфей. Светильник для тела есть око. И так, если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло. Если же око твоё будет худо, то всё тело будет темно. И так, если свет, который в тебе, тьма, то какая же тьма? Читали Матфея 6. 22. 24. Если у нас есть мысли какие-то, мы думаем, что мы не понимаем что-то, может быть, мы неправильно верим, или что-то делаем, мы несовершенные, поэтому есть поэтому есть нас свет, он как бы затемнённый. Если твой свет, он затемнённый, насколько велико тьма. В любом смысле мы свет этого мира. Несмотря на то, что мы несовершенны, мы дети света, мы можем потому что мы не можем отличить, если мы будем затемнены, света истинны, наш свет, он истинный свет, данный нам от Бога, и мы благодарны нашему Богу, если Господь может говорить со своим народом, даже будем говорить в теле Христова, потому что мы говорим, мы определяем себя телом Христовым в народе Израиля, если он говорит в своем народе, что все захвачены, они все, которые отделяются от всех праздников, тот кто был каждый верующий может идти Богу и может идти в Русалим в праздники и вернуться домой, он не думает ни о чем можно идти в Русалим там праздник праздновать праздник вернуться домой не думая ни о чем никаких последствиях если Бог говорит перед праздником Пурим в пророке Амос он говорил он говорил он как пророк Амос был как пророк он написал книги Амос Бог сказал надоели мне ваши праздники надоели надоели это было сказано зараньше за много лет до праздника Пурим потому что народ он не исполнял законы Божьи он не был праведным он не делал суды праведные он не искал милости Божьей благодати Божьей они праздновали Бога как бы он говорил о своих праздниках есть традиции давайте будем праздновать но не знали Бога просто в этих праздниках они не видели Бога они делали это как традицию и не считали себя верными Богу если народ говорит до сегодняшнего дня и если они светят от народа Божьего и они могут отделить свет от тьмы даже мы говорим о фестивале который фестиваль называют фестиваль музыки чтобы немножко то что уйти немножко от того что это было совершенно иное даже именно этот был фестиваль музыки именно в праздник Симхатора говорит ли Бог народу своему вы любите тьму вы любите тьму и также есть осмысленность всех праздников 7 октября это как бы запутывает наши мозги и мы в наших помнях и также 7 октября который праздновали Симхатора каждый год каждый раз приходит Симхатора каждый год мы будем вспоминать эту беду которая была вместо того чтобы праздновать с радостью нашего Бога который Бог постоянно с нами на каждый день но всегда Он будет с нами до того времени когда Иисус придет и также даже если эта тьма просачивается но все равно мы верующие как тело Христово мы с Бога Бог говорит через пророков своих всех об этих что случается говорить о всех этих временах о всех этих действиях это не может быть для них случайность какая-то или удивительность какая-то но даже если какое-то удивление для них они должны понимать что Бог приводит их наказывает их дает врагам 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 нашим чтобы порабощать народ Израиля чтобы прежде всего в этих праздниках и в этих мы могли понимать что это Бог и чтобы мы могли обратиться к Богу когда даже мы удрочены и когда же нам тяжело и когда мы в бедах мы должны обратиться к нашему Богу чтобы сказать Ему что мы хотим быть с Тобой если мы просто живем так во тьме и просто так без всяких рамок без ничего без направлений и если мы не можем понять и разделить между светом и тьмой тогда человек не понимает он слеп все те праздники которые Бог дарует нам это воспоминание будущего то что Бог избрал свой народ быть святым как он их избавляет спасает потому что Бог уверен все эти праздники все эти моменты Бог показывает в своем Писании чтобы мы могли праздновать даже эти маленькие праздники как Пурим мы показываем что Бог помогает нам в спасении и так же сегодня мы много празднуем даже сверх того что Бог дарил нам праздновать насколько праздник Пурим связан с Пурим даже дети маленькие праздники какая может быть связь с этим Пурим когда мы дети празднуем это праздник это важно понимать мы живем как дети этого мира мы говорим верующие мы верим в Иисуса верим в Господа но мы делаем ту жизнь которую как многие люди традиции все мы по ним делаем если мы так понимаем тогда свет наш затусклены тогда мы находимся во лжи этот мир есть очень много неправильного и неверного потому что они отталкивают истину не только правильный истинный праздник вообще всю истину каждый делает то что кто ты можешь судить меня что я верю так или так верю это моя истина у каждого есть своя истина завтра или на будущей неделе или год это моя истина как я хочу так и верю потому что люди отталкивают истину и не верят в истину и отталкивают самого Господа от которого пришла эта истина от Бога сущего Бога Отца Сына и Духа Святого они Его не признают они Его отталкивают мы отталкиваем те стихи которые мы читали из книги Бытия если мы этого не понимаем то мы далеко далеко мы не во свете мы затемнены без истины нету основы нету никаких рамок и мы не можем понимать что хорошо что плохо кто такой наш Бог который дает нам это и добро и зло или просто мы говорим а мы видим кого-то в часть какой-то Библии я верю в часть я не верю это мне подходит это мне не подходит истины нет в нас можно быть свет в этом мире но не всегда свет наш светит в этот мир и Бог говорит нам в этой войне был кто-то пришел и от Бога соответствовать свет Божий Иоанна апостол Иоанна тут они понимают это не тот это Иоанн это не и тот Иоанн апостол Иоанн креститель это не то это разные люди совершенно Иоанна первая глава 6-9 Иоанн 6-9 стихи Иоанн первая глава Иоанна был человек посланный от Бога имя ему Иоанн он пришел для свидетельства чтобы свидетельствовать о свете дабы все уверовали через него он не был свет но был посланный чтобы свидетельствовать о сыне видите был свет истины который просвещает всякого человека приходящего в мир также мы призваны свидетельствовать о свете Иисус сказал вы свет этого мира я посылаю вас как Бог посылал Иоанна для нас также мы должны быть свидетельствовать об Иисусе потому что он свет этому миру если есть в нас непонимание кто такой Иисус Христос свет нас свет наш он как бы во тьме как бы в затемнении в обмане в непонимании и свидетельство наше будет неполно неполное света потому что есть сомнения потому что мы не можем сказать кто же такой Он Иисус Он Бог Сущий есть есть Отец Сын Святой Дух и есть война против истины Божьей мы говорим об истине которая в этом мире которую Бог посылает во Христе Иисусе когда Иисус пришел перед Пилатом перед судом перед крещением перед крестом Пилат ответ ответ Иисуса Иоанн Иоанн 18 36-38 Иисус Иисус отвечал Царство Мое не от мира сего если бы от мира сего было Царство Мое то служители Мои подвязались бы за Меня чтобы Я не был предан Иудеям но ныне Царство Мое не отсюда Пилат сказал ему итак ты царь Иисус отвечал ты говоришь что я царь я на то и родился на то и пришел мир чтобы свидетельствовать о всякой истине всякий кто в истине слушает глаз Моего Пилат сказал ему что есть истина я сказал и сказал у пилата не было истины то что кесарь думал то что кесарь сам думал то что пилат сам думал у них есть своя истина у них есть свои законы они говорят то что есть то и делайте Иисус говорит я пришел чтобы свидетельствовать об истине и тот кто от истины слышит глаза Моего да мы дети света мы хотим свидетельствовать об истине Иисус говорит кто от истины слышит Иисус мы слышим голос который мы должны отделить от глаза его или от других голосов чтобы не было у нас никаких сомнений чтобы не было у нас какой-то непонятности в нашей ответственности всякие голоса ведут в другую в тьму но не во свет но мы ожидаем света от Бога и есть эта дорога которую Бог дает чертает для нас и то что Хамас сделал 7 октября они решили они распространили это не конец в любом случае не только не только как Хамас есть очень многие все эти духи все все эти духи зла которые делает Хамас они не верят они в это они считают что для этого есть у них своя истина вы виноваты в том что делаете вы евреи потому что Хамас и все подобные ему любят тьму они все все делали рекламировали себя настолько хорошо они сделали эти Хамас сделал рекламу для всего мира потому что свет пришел но они любят тьму Иисус пришел для своего народа они любят больше тьму возлюбили больше тьму все все находятся как бы находятся все как бы находим в одной но люди любят больше тьму или может быть раннее такое когда еще затемненное и когда утро приходит они как бы острепляются этим светом но люди христиане которые помогают Израилю очень много есть есть многие которые помогают Израилю а есть многие даже среди христиан которые не понимают что мы хотим изменить то положение которые люди видят неправильно положение Израиля и Хамаса они понимают эту концепцию которые Хамас распространяет мы не хотим быть такими такими поэтому мы напали на Израиля и многие нападают тоже на Израиля и все что согласно свету то что Бог разрушил всю эту концепцию даже это используется в война для того чтобы эту концепцию уничтожить чтобы неправильное понимание между Хамасом и Израилем тот не думает ничего каждый думает по другому по своему люди во тьме которые считают что Израиль воюет с мирными жителями это неправильно Бог показывает только связь верную концепцию и Бог дал нам те направления чтобы мы могли идти путем спасения мы ожидаем того когда земля и небо пройдут и будет вечность но мы хотим чтобы народ и Израиль показать Бог показывает что вы не должны надеяться на свои силы и если даже христиане думают и упывают на свои силы неправильно не написано что мы должны страдать это чувство наше это не случится так чтобы мы могли сильно страдать мы должны пробудиться и идти в истине Божьей и идти по слову Божьему антисемитизм антисемитизм и антиизраильтян он сейчас раньше это было чуть-чуть закрыто а сейчас это более распространено как будто как чуть-чуть корни прорастают когда корни из прорастают из-под земли и хотят видеть солнце они подымаются чуть-чуть но хорошо здесь как корни говорят мы должны это все взорваться уже вышло это все взорвалось и вышло наружу все это это уже не будет возвращаться обратно мы должны пробудиться и должны понимать Бог сказал Иисус говорил что нам ожидать слава Господу что есть в нас свет есть у нас надежда есть у нас мир Иисус говорит ученикам когда ты вернешься какие будут читайте книгу Даниила читайте книгу пока не станет сколько вас читает книгу Даниила написано что пока не придет мир за запустение книги Даниила написано и что Даниил Даниил сделал он дал понятие своему сердцу и он как бы унизился пред Богом читайте книгу Даниила где он пишет о том что будет если вы если вы не хотите понимать тогда мы будем как бы как бы свет во тьме и мы как бы сами сами себе разрешаем быть такими или каждый хочет сказать истину свою у каждого есть свою истина своя определяет свою истину нет читайте писание писание написано все все что будет какой есть стандарт у муслим против Израиля Бог творит с неба и земли Он сказал Я дам эту землю народу особому народу и тут кто говорит о том что Бог вообще не существует они конечно говорят кто вы такие или только люди которые ненавидят Бога или не хотят Его слышать или исполняют других Богов это нехорошо это неправильно этот Бог который пришел на эту землю умреть на кресте в воспастение это чудесно это прекрасно в этом мы имеем но люди многие отрицают Бог святой и праведный Бог любовь Бог праведность Он полон благодати милосердия и тот кто говорит что я не верю в Тебе я в любом случае могу простить Тебя Другой покаяться и уверовать Он не животное как который придет антихристос который будет заставлять Бог не заставляет Бог предлагает как Он спасает каждого из нас верующих в Него это по милости Его по благодати Его по праведности Его так Он спасает всего Израиля свой народ тот же Бог у Него нет никакой другой системы только это спасение через Иисуса Христа через Иисуса Христа мы получили свет свет у ног Его который светит и у нас есть свет это Слово Божье это не секрет каждый может идти сейчас в магазин и купить себе Писание верующие на любом языке это сейчас не сокрыто ни от кого если сердца наши правильные во Христе Иисусе и любят нашего Спасителя и понимают то что Он говорит нам мы не упадем и мы будем спасены им и Он говорил если вы свет этого мира если вы не споткнетесь вы будете идти во свете и Дух Святой который дан каждому верующему Он ведет нашего свете понимание Писания ты не всегда все понимаешь да мы не всегда все понимаем но мы можем понять больше и больше что случается в этом мире и мы понимаем где ложь а где истина и тот читает здесь то там читаем не поймут всего этого вы и это поколение которое родились тяжело и сатана хочет забрать этот этот субботу работайте работайте вы должны зарабатывать зарабатывать но саббат дан Богом чтобы был один покой один день покоя Бог упокоился и мы должны покоиться служить Богу этот день а мир говорит наоборот работайте работайте больше работайте мы можем помочь и так же и другим чтобы быть свидетелем даже и верующим даже не верующим что в этом мире случается что в этой стране случается у Бога есть план и мы и мы получили то обетование определенное как те которые раньше воевали мы будем видеть все что случится на границе мы уже многие люди не понимали и не знали что такое может случиться но мы должны сохранить сохраняющие свои границы у них есть правильное мышление они понимают что когда может быть опасность когда не может быть опасность если мы не знаем Слово Божье читаем Писание мы не можем понимать что может случиться и что может быть даже в будущем Бог использует эту войну чтобы определять сердца людей чтобы возрастать больше в вере если ты понимаешь послание к евреям написано мы должны понимать где плохое где хорошее так сатана обратиться к Еве и Адаму не думал ничего можно не можно да есть хорошо но нужно разделить и избирать хорошее это есть служение истине вере в Иисуса Христа Бог использует эту войну и определять сердца как сердце твое определяет плохое и хорошее в этом мире есть полно всего озабоченного как бы евреи досталось им так и должно быть вы разрушаете много зданий и вы думаете что Хамас будет защищать своих людей вы можете убить каждого палестинца все равно вы будете виноваты Бог показывает что свет что тьма что хорошо что кто стоит с Израилем кто стоит против Израиля мы должны идти вперед и мы должны быть заинтересованными в истине мы Божьим светом в городе который во тьме тот кто ищет сердце своем истину он жить будет в Иисусе Христе он во свете многие хотят его потушить даже скоро будет праздник Рождества как многие евреи они также которые не хотят праздновать праздники они тоже не праздник Рождество они считают но Иисус который пришел который пришел родился в Израиле это праздник правильный праздник который хороший а то что говорят евреи в Рождестве это нехорошо неправильный праздник мы должны светить светом в этом мире быть светом этому миру и победа победа это будет над смертью над грехом над тимою над всем тем что не принадлежит нашему Господу Иисусу Христу Иисус победил все Он победил все и там ничего не будет плохого ничего оттуда Он удалит все нехорошее неверное мы священники во Христе у священников должно быть понимание разделения между плохим и хорошим чистым и нечистым мы священники во Христе я не не один здесь где мы все в этом мире мы должны быть светом светящимся во свете даже светом там где есть много тьмы потому что многие люди не дают свое сердце в истину и чтобы Господь дал нам праздновать Иисуса Господа нашего в празднике в любом празднике но чтобы это было очищенным сердцем в свете его не только традицией не просто знать кого мы празднуем или что мы празднуем чтобы это не было как просто традицией но чтобы это было со всем сердцем пониманием и с благодарением потому что он дает нам напоминание то что он делает как хлебопреломление который умер на кресте за нас до пришествия своего Господь даст нам милость когда мы празднуем этот праздник в Ханаку но Бог и Христос намного выше всех этих праздников и Маковеи они некоторые годы воевали с греками и их нету и кого нету сейчас невозможно уповать на человека но на Христа Иисуса который пришел от Бога есть наше упование и в нем есть будущее и вечность да в нем есть уверенность и есть радость вечность вечность очень благодарение тебе во имя Иисуса Христа мы проставляем имя Твое и в Вершевии и в Исраиле и в Иерусалиме и в церкви наследие Иисуса Ты велик Ты простил нас и нас и мы просим прощения когда мы возможно забываем мы состариваемся иногда не помним насколько Ты чудесен и мы делаем всегда вещи достойные Тебя в нашей жизни в празднике Ты Вечный Бог как было в церкви Леодикея Ты был вне церкви чтобы мы не были таковыми мы хотим чтобы мы могли дать возможность Тебе войти в сердца наши сердцем наши чтобы знали и понимали и говорили что Ты Бог живых Бог жизни Благодарны мы Тебе Иисус за ту память которую мы можем вспоминать Тебя о Твоих чудесах и о плане Твоем который Ты вернешься на ту страну которую Ты избрал это Твое наследие и Ты будешь царствовать в вечности мы благодарны Тебе в ожидании Тебя надеждой вечной просим наполни нас Духом Святым чтобы свет в нас сиял и в отьме чтобы мы сияли как свет этому миру если тьма покрывает эту страну но чтобы свет раскрывал всю темноту которая есть в этом мире мы благодарны Тебе Иисус помоги нам светить Твоим светом в этом мире чтобы люди приходили к Тебе в истину к свету истинному свету который никогда не погаснет великий Ты Ты убираешь отделяешь свет от тьми от мы и Ты показываешь что в тьме намного лучше Ты святой 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 Бог праведный Бог воинства во славу просим Тебя наполни эту страну народом Твоим что пройдет определенный день все увидят каждый должен узнать преклонить колон колено свои и возблагодарять Тебя и познать что Ты Господь во славу Господа Бога помоги нам Господи прийти во славу Твою есть еще должно что быть случиться что должно раскрываться покажи нам Господь в слове Твоем как правильно жить во свете чтобы идти светить в этом мире где очень много тьмы мы приходим к Тебе свет в эту субботу чтобы так же мы могли и во тьме сиять светом Твоим во славу эти во веки веков Господу нашему Иисусу Христу Амин да благословит да благословит Господь доброй доброй вам недели хорошего праздника в Боге все хорошо Амин Амин Субботу Иисусу Христу иисусу Христу иисусу Христу на беже Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok